Ну, я к этому бою готовился уже, мне кажется, всю свою жизнь. Последний год я усердно пахал и ждал этот бой. У нас он много раз срывался. Но пришло время, и, наконец-таки, он назначен. Мы здесь, в Бахрейне, и через несколько дней все будет ясно, кто я стану чемпионом. Как вышло так, что я запользуюсь. Ну, с первого своего боя, свои позиции, свои притязания я дал знать Лиге, президенту. И дал понять, что я хочу, что я здесь нахожусь только для того, чтобы завоевать пояс. Первый бой я выиграл, второй я также оббился с очень, ну, оппонентом, которого высокие регалии. Он 10 лет не проигрывал, и это был такой некий прецедентский бой для меня. Я себя показал, показал хороший бой, и я, так скажем, стал лидером негласным этого дивизиона. Так же, как мой соперник Тэгэн Ким из Кореи, у него 4 победы. И представители этой лиги, они видят нас лидерами, и поэтому пришло время выявить чемпиона нашего дивизиона. На последние полгода я провел тренировки в Аль-Монар, это в городе Ош, Киргизия. Там мы работали над разными аспектами. Больше это контроль в партере, какие-то некие нюансы технические. Так, я хочу сказать спасибо Гаджелиеву, тренеру из Дагестана. Он мне очень много помогал, некоторых нюансов подсказывал. Ну, и ребята из клуба Аль-Монар. У них разные есть, так сказать, уровни, и ударники, и борцы. И, в целом, неплохие, крепкие ребята, функционально хорошо готовы. Так же, много я делал упор на функциональную подготовку. Бегал, плавал в ледяной реке. В общем, он поднимал свои физические кондиции и свой иммунитет в целом. Но я уплываю первым четком на Всевышнего, результат от него. Но сделаю, выйду, все, все зависит. С первой секунды до последнего раунда я буду навязывать свою игру, свой темп. И вяжу свою волю. И не оставлю, надеюсь, ему шансов. Вот, и я думаю, я стану первым чемпионом Брейф из России. Спасибо.